Ну что, мы уже едем в сервис. Поедем, короче, к Лёхе в сервис. У нас Воронеж называется Потата сервис. Там поменяем руль. Поставим подсветку. Заменим вот эту вот вещь. И сделаем ТО. Поменяем масло. Купил я Redline. Долго выбирал, какое масло. Советовали. Но решил всё-таки купить Redline. Вроде бы, как считается, очень офигенным маслом. Меняем масло так же в коробке. И с фильтром воздушным меня, конечно, немножко опрокинули. Заказал его в интернет-магазине. Всё, оплатил. Это вот как у нас сервис работает. Зашёл на сайт, смотрю интернет-магазин. Всё на сайте написано в наличии. Зная, что такое бывает, что на сайте написано в наличии, а по факту его нет. Звоню по телефону. Говорю, хочу фильтр заказать. Мне его оплачивать, выставлять счёт. Только посмотрите, в наличии он или не в наличии. Перезваниваю, чё 10 минут. Говорю, да, в наличии. Всё, класс. Оплачиваю бабки. Говорят, в пятницу отправим. Приходит пятница. Звоню, говорю, ну чё, отправили. Говорят, ну, по базе есть. По факту нет. Я говорю, ну я так же звонил специально вот для этого, чтобы узнать, есть в наличии. Ну, вот так получилось. Вернём деньги. Ну, чё туда вы проверяли? Первого узнают. Посмотреть в компьютере наличие он или нет? Я на сайте точно так же посмотрел. Там тоже написано, что в наличии. Ну вот. К слову. Поэтому фильтр воздушный поменяем тогда уже, наверное, сами. Там ничего сложного нет. Четыре болтика скрутить. И всё готово. В Воронеже сегодня похолодало. Но погода для курточки очень комфортная. Суббота. Машин мало. Вчера на этом мотоцикле первый раз прокатил девушку. Сказала, что из всех мотоциклов, из моих, на которых она каталась, это самый некомфортный мотоцикл. Из-за жёсткой подушки. Даже на Кабасаке. Хотя там сидение такая маленькая жердочка. Посадка больше похожа на лягушачью. Но на этом мотоцикле ей было комфортнее. Здесь ей очень жёстко. Из-за того, что сидение жёсткое. Ну и, соответственно, когда едешь по неровной дороге, все удары получаешь по спине и по заднице. Ну что, мы уже подъезжаем к подата-сервису. Позвонил Лёхе. Владельцу сервиса. Он уже там. Сейчас посмотрим, как у них по загрузке. Надеюсь, сегодня всё успеют. И мотоцикл я уже сегодня заберу. Ох. Не знаю, слышно вам было или нет, но ножкой я сейчас притёрся. А вот и по тато-сервис. Здорово. Привет. Ну что, идём забирать брейкаут. Это Алексей. По тато-сервис. Сейчас нам расскажут, что сделали с мотоциклом. Ну, в общем, как планировалось. Заменили руль на более, скажем так, интересные формы, да, чем было. И трудности, которые были при установке, ну, скажем так, руль не оригинальный же, да, у тебя? Ну да. Поэтому пришлось доработать посадочные места. Вот здесь не устанавливался нормальный. Радиус был чуть-чуть превышен из-за краски. Как бы здесь всё сточили лишнее и по размеру всё подошло как надо. Ну, также стоит отметить, что особенность этих рулей уже здесь проводка сразу же идёт в стоке через руль. И не стандартный жгут проводов, как на предыдущих версиях Harley, а уже стороны пульта всего лишь по 4 провода, что тоже немного упростило задачу, как бы, в общем-то. Так, что мы тут ещё делали-то? Так, ну, ТО сделали, масло поменяли, масло поставили. Офигельное масло. Редлайн. Редлайн. Рекомендую вообще всем. Так, трансмиссии, да, трансмиссии, по-моему, поменяли ещё. Масло короткое, масло уберёте. Да. Поперочки пока оставили старые по причине того, что оно недавно менялось. Так, ещё тут у меня проблемы были. Поворотничек трёсся немножко, я так понимаю, раскрутили вот это вот, да, хромированные? Сняли вообще весь хвост полностью, потому что крепление поворотника идёт изнутри и закрыто здесь вот этой частью, да. Чтобы её снять, нужно снять весь хвост, и тогда уже как-то получилось коим-то. Понятно. Ну и подсветочку номера. Сделали такие небольшие светодиодики. Блин, ну в чё? Да давай, отключи. Ну вот так вот. Ну чё, номер скрывать не будем? Ну да, стоит отметить, что мы её поставили в штатный разъём, как бы никакого толпоза, ничего, то есть просто провод идёт и штатное место, штатный разъём подходит и всё работает. Ну вот приблизительно так мотик получился, теперь с драгбаром, с фарой нового образца и с обтекателем. Такой, более, более спортивный теперь вид. Ну чё, будем выкатывать? Клютик. 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 Да, конечно. Ну что, давай, Лёх, может и проедешь сейчас это. Посмотрим, как выглядит. Давай, думаю. Ключ у тебя. Вот так выглядит успех, да. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Поехал? Ну давай. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Но неудобный кайф. Как на спорткаре. Когда ты высокий и крупный, а спорткар низкий и узкий. То есть какие-то определенные неудобства. Тут же так же и здесь. Но если кататься не на дальняк, а так прохватить по городу на выходных или вечерком, то прикольно. Так, у нас заканчивается бенз. Надо будет заехать на заправку. Пришел мне уже воздушный фильтр. Я его сам поменял. Там не сложно. Мотоцикл стал ехать немного бодрее. Стал ему легче набирать обороты. Свети так же заказал. Тоже поставил новый. Карли Дэвидсон. По-моему, что-то подобное. 6R12. Какой-то такой артикул. Так что мод полностью обслужен. И готов к покатушкам. По поводу руля. Я вот, кстати, вообще не ожидал, что такой геморрой поменять на Карли Дэвидсон руль. Мне казалось, это делается гораздо легче. То есть просто старый руль снял. Снял пульты, вынул проводку, поставил новый руль и засунул. Оказывается, чтобы поменять руль на Карли Дэвидсон со скрытой проводкой, то надо, помимо того, что, ну, понятное дело, пульты снять, руль демонтировать, как еще и снять. Нужно будет, было бы снимать, да не было бы, и так не и делали. Снимали бак. И пучок проводов разбирается под баком. Но я такого, в принципе, не ожидал. Плюс руль меняли такой формы, что предыдущий руль, который изогнутый был, он при повороте руля по максимуму, он никак не касался бака. И, ну, как бы, то есть там 100% ты рулем не касаешься бака. Этот руль, ну, приходилось мне тоже приезжать в сервис, немножко, может быть, надоедать ребятам. То есть они поставили руль, я приехал, примерил, посмотрел, как удобно, неудобно, так, чтобы пульты не цепляли. Ни пульты, ни поворотники, ничего. Ну, в принципе, все получилось. Да, ребята в сервисе еще рассказывали, то, что руль все хорошо с ним, просто немножко по толщине, конечно, за счет покраски он несколько шире был, чем нужно было. Ну, сняли краску, ничего критичного. Вот. Простые технические вопросы все решили. Сейчас едем опять по городу Воронеж, как обычно. На улице было плюс 20, сейчас, я не знаю, плюс 18, 17, но довольно комфортно. Так, что касается руля, про геморройность его замены я уже рассказал. По поводу посадки тоже рассказал. Кстати, сейчас еду и решил попробовать, как будет чувствовать у меня спина, если я сниму пассажирскую подушечку, которая также обеспечивает упор поясничный. Как сказать? Ну, спина напрягается посильнее, да. То есть, таким рулем я катался и с пассажирской подушечкой, то есть, при ускорении, когда откручиваешь ручку газа, и прям вот чувствуется, как эта подушечка дает поддержку гораздо больше, чем с предыдущим рулем. Сейчас я ее снял. Поддержки в пояснице уже такой нет. Приходится спину изогнуть, задницу держать, руками не болтать. Ой, 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 ой. И камеры нам не страшны. Сейчас заедем в хорошо освещенное место на дамбу, чтобы я вам показал, как мотоцикл выглядит с таким рулем, с обтекателем, с этой фарой, вязать и сидушки. Чтобы вы оценили, нормально это получилось, стоило ли это трудов, или надо было оставить все, как было. Но подушечку, наверное, заднюю пассажира я, наверное, прилеплю, потому что все-таки реально с ней удобней. напомню, у меня рост метр девяносто три. Вот. На дамбе уже народ тусуется. бешеный X5 без номеров. Ну что, покажу результат работы, проделанной. Вот так мотоцикл теперь выглядит ночью. в фарах, трек-бар. Заднее сиденье убрал. Так, номер перенесли. Сумочку тоже на место. Все-таки удобная вещь. подсветка. Вот, кстати, явно видно яркую границу. вот такой результат получился. Также заказал еще плуг. Когда придет, но это уже потом установим. Но сиденье заднее для пассажира сто процентов надо ставить. Так ездить можно, но недолго. в общем, вот такой мотоцикл получился. Такое. Так. Продолжение следует...